Уже пятый год в этот день страна чествует Героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Орденов Святого Георгия и Славы. Новая памятная дата для современной России – это еще одна попытка сформировать в обществе самоотверженное и бескорыстное служение своей отчизне. Официальное название праздника 9 декабря – День Героев Отечества. К мемориалам возлагают венки и зажигают свечи в память о тех, кто защищал Родину, не жалея себя. Вообще история этого праздника интересная. В свое время Екатерин был учрежден орден высшей воинской славы, орден Георгия Победоносца. Этот орден был учрежден в декабре 1887 года. Это действительно огромная история нашей страны, это огромный символ патриотизма, это большой урок для всех, кто здесь был, особенно для молодежи. Поэтому я считаю великую честь для себя возложить венок памяти к тем, кто, к сожалению, ушел, но кто свое имя увековечил в истории нашей страны. Вечер встречи под названием «Гордимся славой героев» прошла и в Национальной библиотеке. Здесь собрались ученики нескольких городских школ. Дети смогли увидеть электронную презентацию и книжную выставку, посвященные памятной дате, а также услышать истории о людях, совершивших подвиг во благо других. Я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день, если 2-3 года назад у нас там единицы были, то сейчас уже в школах организовано 27 музеев по истории Великой Отечественной войны. А это говорит о многом, потому что там собраны материалы их дедов, отцов, прадедов. Внимание подрастающего поколения к этому празднику привлекают не зря, ведь о существовании Дня Героев Отечества в календаре праздничных дат страны сейчас не знают даже многие взрослые. Мария Колычева, Екатерина Капустина, Булат Бадмаев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова